Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Я говорю, без машины. Что делать? Без машины, значит, надо как-то забираться. Постоял в очереди, взял проездной билет, который теперь не нужен, оказался. Получил льготные по коммунальным услугам ветеранские. Вышел из транспорта, из этого, из почты. Ну и думаю, потихоньку надо идти. Перешел на эту сторону к себе. Идет 108-й автобус. Я сел в автобус. Прошел туда вперед, сказал водителю, говорю, вы меня на РТП остановите, подождите, пока я выйду. Она у меня все больше начинает болеть. Правда, водитель такая добрая женщина попалась. Когда я стал выходить, она пожелала добра и всяческого. И водитель так, добросердечные такие попались. Я потихоньку вышел. А то думаю, быстренько начнет закрывать и двигаться. Я еще вторую ногу передополнительной сломаю. Ну, потихонечку дошел. Дошел домой. Лег. Все. Ночь была моя. А наутро повез меня Никитова в поликлинику. Но в поликлинике сделали снимок. И вот на снимке уже показалось, что... Перелом. Перелом. Он сказал сразу, пять недель гипс. Все. Так что, как в той поговорке, шел-упал, очнулся гипс, а бриллиантов нету. Это у вас вторая неделя уже получается? Да. Ну, как-то быстро все равно время летит. Уже четыре половины. Это для нас. Потому что у нас ничего не повезло. Это значит, до крещения у вас уже пройдет срок. Дай Бог. До года раньше должно быть. А батюшка на крещение приедет. Так что, может быть, вы появитесь. Не ходи даже на крещение. Да, надо бить. Присыпанная снежком, вот эта катушка опаснейшая. А вам не ходить. И она легко ломается. Никита, чтобы... Только если привезут тебя. Да. Чтоб стоять на стульчике. Обойдемся без тебя. Да я думаю, что... Не, обойтись-то мы обойдемся, но... Самому... Заневай даже, самой душе. Нет незаменимых людей на земле. Я работаю сейчас в Ютубе, работаю. 212 роликов уже выставлено. Сегодняшнее собрание... Да-то все поднимают голосы. Вот оно уже выставлено. Последние сейчас... Ну, 2 ролика. 2 видео, 2 части. Одна уже есть там. Мне такое письмо написал Володя Устинов. И мы его разобрали. Говорят, чтобы выставил я его в интернет, но вы не выставите его. Дескать. Ты же боишься-то. Ну, а Себастьян взял письмо, его от Сера копирует. Я тогда письмом его на форуме выставлю. Значит, в Ютуб зайди. Сегодняшнее число и собрание написано. 30 декабря 2019 года свобода. Там о свободе речь идет. И ты как бы среди нас побудешь. А на занятиях там еще дома не были. Я выставлю сегодня же. В Ютубе. Ты знаешь, что такое Ютуб? Ну, знаешь, что это сайт такой. Это не сайт только. Это самое крупное в мире хранилище всех видеозаписей. В мире. В Невой Китае. Там все до одной стороны. Какие только я прочитал. Там вообще сайт. И как это. Как бы дочернее ответвление от Google. Это его образование. Фильмотека. Фильмотека. Все. И вот я там. Ну, у нас было сколько там. Пять что ли было. Сейчас 212 уже за неделю. Я позащара 24 часа суетился. А на долго стоять я прилягу. Опять ворсать. Опять заряжаю. И вот так вот. Ну, уже кое-что можно. В другом городе, которое нужно теперь длинное порезать по отдельным событиям, которые я говорю. Их отдельно режут. И на отдельно еще файлы делают. Очень хорошие, хлесткие такие названия. На меня нападала только одна Кемеровская епархия. И сейчас выставили ролик. Манкурт из Кемеровской епархии. Кто выставил? А? Кто выставил? Ну, выставили. Наши есть люди, которые занимаются. Защитники. А дальше начинается. Я говорю. И говорю об этой епархии. И выступает человек еще один. И все. И там об этом я говорю. То есть они нас и белая брата там и все. Я говорю, это манкуртизм настоящий. А сейчас вышел фильм Манкурты. В Ютубе найди. Прямо по повести Шедгиза Айтматова. Да. Как берут в плен. Как обревают голову. Как тут валят верблюда. И дальше как делает этот манкурт. Он еще не знает ни имени. А выполняет самую грязную работу круглосуточную. Ну, его хорошо вообще инсценируют. Турция поставила. Да. Манкурт найдешь. Плохо было по этому его произведению. Нет, это не поэтому. Это тогда был Буранный полустанок. Вот где был. Да, Буранный полустанок. Да, была такая. Это в нем. Я там даже... Я читал в этом журнале. Он, это слово манкурт, до него не было нигде. Это он его впустил. А сейчас манкуртизм, объяснение, Википедия, все объясняют. Ты переходил дорогу, сказал, как бы вскользь. Шел и не молился. А почему? Ну вот, вот такая суета. Суета, сует. Чего тут греха? А как ты думаешь, если бы я шел, я бы молился? Естественно, я не сомневаюсь. Так вот, слушай. Мне иногда кажется... Если бы я рядом с вами шел, я бы тоже молился. Потому что вы бы меня держали за руку. В первую очередь, подойдут сюда за руку. Не дал бы упасть. Плохо, что не было. И мне кажется иногда, что я молюсь все время, постоянно там. Ну вот я еду на машине, на КАМАЗе, мы везем полный кузов рабицы. И вот на повороте, где это, подстепная, прошел, как бы сказать, оттепель прошла. И все покрылось ртом, а потом снежок, и вот такая ситуация. Даже воробей катится-то. И она, ну, километров 30 шла. Она пошла, и я сижу, молитва с меня вышла, нету молитвы. Я только одно, даже Господи не сказал, так не должно быть. Так, машина кренится, лететь в кревет, треск, создание погасло, ничего нету. Все. У меня никакой молитвы не было, так что будьте рядом с вами, я бы, может быть, и не помолился. В самый ответственный момент, вдруг у меня молитва исчезла. Почему? Этого не может быть. Вот только одна мысль. Это мы так тихо идем, а ее начало заносить, шофер туда, а она машина не слушается, у него стертый там протектор, эти рубчики-то. Ну и все, перевернулись. Я в аналогичной ситуации был. Мы ехали, в дальнее путешествие ездили, в Киргизию на машине. Даже до Ташкента туда дальше проезжали. И оттуда уже возвращались, когда на машине едем. И, конечно, анекдоты рассказывали туда-сюда. Мы вдвоем едем, я рядом с водителем, он за машиной, за рулем и двое детей на заднем сидении. Они спят до школьного возраста оба. Он с собой их возил. Вот такой вот мужик один без женщины, вот возил с собой. Ну и едем мы, я только думаю, вижу, что мы уже в Киргизию свалимся скоро. У меня только одна мысль, не о себе, не о нем, а о детях. Думаю, дети-то, Господи, погибнут же дети. Вот у меня сразу такая была мысль о детях. И он как-то вывернул, успел, повернул. Его развернуло вот так вот на 180 градусов в обратную сторону. Это хорошо не было ни с той стороны, ни с другой стороны транспорта не было. И когда мы встали, то вот это, как он называется, это обод, он вот такой вот, восьмеркой сделался. Ничего себе. У колеса. Его мы кое-как разбортовали, вообще сняли это колесо и потом другое поставили. Это вот Господь. А почему так получилось? Ну почему, потому что не... Так это было, когда я еще не знал полтора. Ну ладно. Ты как считаешь, тебе это на пользу? Аллилуйя! Ты знаешь, сколько людей тебе поклоны передавали, сколько за тебя молятся. Спаси Христов, я чувствую. За трезво так не молюсь. Ну батюшка в алтаре. В алтаре батюшка все это. Спаси Христов. Да батюшка сам позвонил. Так. Господи, я еще, я и не думал, что... Это самое, батюшка... Была такая мысль, как-то промелькнула мысль такая, батюшке позвонить, чтобы приехал ко мне что-ли. Буду добеспокоить батюшку специально. Нет, он сам позвонил мне. Так, попутно спрошу, а что у тебя два тома лежит? Открытым оком третьего тома. Почему вместе два? Ну просто здесь они лежат. Так два-то непонятно, как они вместе? Ну, разрозненные. Они здесь лежат, а там лежат. Почему два тома в одном доме? Не помню я уже. Верни один тогда, если он тебе не нужен. Который почище. Ладно. Кому-то отдадим, у нас скончается все. Ехать не на что. Значит, ты помни тоже, что я нуждаюсь, чтобы нашелся человек, который бы потянул книги издать. А один том, тысяча страниц, это 800... Тысяча экземпляров, 800 страниц. Требуется 340 тысяч. Это вообще ужас. А их 4 тома, умножая на 4, получается, ну, миллион 360 тысяч. И полтора миллиона. Да, где чего искать, не знаю. Но так бы, как бы, контур, туманно, уже появляются. Появляются люди, которые могли бы... Я даю им знать, что очень нуждаюсь. У меня первые книги фактически уже исчезли, их нету. А если это ехать, то надо чем-то восполнить. Мне бы было как раз, если бы эти книги были изданы. Так что воздохни, помолись. Для меня помощь от вас сейчас какая? Конечно, я как еврей. Я хоть любую сумму возьму, кто дает там. Тарусский говорит, или все, или ничего. А еврей говорит, хоть копейка, но моя. Поэтому я по-еврейски скажу, хоть копейка, но моя. Но тут уж слишком долго мне собирать. У Стефана Цвега есть такое произведение, евреизюз. Ой, замечательная вещь. Это просто там он описывает еврейскую национальную характерную особенность. Так четко, просто. Описывал, да? Так, я хотел тебя сегодня попросить по порядку. Рассказать, как ты уверовал. Верующим я был практически всегда, потому что я родился в верующей семье. Дети, то есть родители мои были верующими. Но верующими были больше обрядово. Хотя у папы, конечно, корни были и более глубокие, наверное. Потому что бабушка моя, его мама, была всегда в молитве. Но у нее было крутое сердце. Она была такая очень обидчивая и крутая женщина. Как она говорила, мне только отвечать перед Богом за мое крутое сердце. А если она обиделась на мужа, то она ляжет и будет лежать неделю и не вставать. Не будет ни готовить, ни убирать, ничего. Она как-то получила от мужа такую в спину. А уж он был такой кроткий, как она рассказывала. Ох, на своих сыновьях. Ни один из вас не удался в отца-то. А было у нее сыновей-то много. Сколько же у нее было-то? У нее было четыре сына. Две дочери, по-моему. Так, да, если я сейчас не перепутаю. Одним словом, она была такая верующая. И у нее были две сестры-монахини. Они были в монастыре, служили всегда. И когда советская власть разрушила монастырь, то они были у одного из своих братьев, жили. И вот, это я уже помню из рассказов, естественно, своей бабушке. И мама уже перескала неоднократно. Одна из них обмерла. То есть она приготовилась, легла и умерла. Но обмерла на три дня, на трое суток. При этом она сразу почти подняла руку, лежа на лавке, готовая. И трое суток держала руку. Трое суток держала. Потом через трое суток опустила руку, встала и рассказывала, где ее душа была. Что ей было позволено, то она рассказывала. Она рассказывала про вот этого деда моего, Трифона, папиного папу, мужа моей бабушки. Что ему очень там хорошо, что он такой добродетельный, что он ездил, везде раздавал на всякие праздники и мясо, и все, что было у него. Ну вот, одним словом, она что могла, то рассказала. И сказала, что рано раба Божий собралась, через год еще проживешь. Ровно через год легла, приготовилась, умерла. Вторая сестра встала на колени, Господи, возьми меня, потому что как же я буду одна без нее. Вот вызвала с такой молитвой. День простояла на коленях, к вечеру объявила, лежа, и умерла. В один день вынесли два гроба. Вот такое вот в нашей семье было. Потому что, не знаю, может быть, их молитвами Господь меня... Глубокая смертная вера. Господь, да. Не восмешающая, а умерщвающая. Вот. Господь меня, так вот, может быть, их молитвами... Суть православная во всей... Да. Во всей силе православной. Да, да, да. Ну, один слов, вера была, они всегда как бы постились, только вот если великий пост, то первая, последняя неделя. Вот. Ну, а в основном-то, в основном-то, как все... Ты к себе переходи, это не надо нам то. Я от каких-то, так сказать, корней, что называется. Да ты не надо корней, без корней. Крючки. Твои уши, когда услышали, как ты понял, что жизнь... А услышал я, от бабушки слышал я. Потому что и первые, как бы, наставления были... Потому что, вот, когда бабушка была верующей, у нас всегда были священники. Несмотря на то, что была советская власть, были священники, пока она жила, была. Приходили, вот, были всякие там странствующие священники, как бы, растриги попы, растриги называли их. И они приносили Евангелие, читали, и у нас это было постоянно, вот, книги эти были. И были так называемые лицевые картинки. Ад, вот это вот все на мучении, все это у меня отобразилось в моем мозгу, и это в сознании всегда у меня было. Ну и молитвы, конечно, были, отче наш. У нас всегда была икона, несмотря на советское время, всегда у нас была икона, мы всегда молились. Правда, никто никого не принуждал, но как-то все молились. И отец любил выпивать, но, бывало, придет с работы, и пьяненький, и все равно встает на молитву. Папиросу тут бросит, встал на молитву, мать говорит, что ты делаешь, качаешься. Уйди, это я знаю, что я делаю. Ну, одним словом, вот такая вот вера. Православная. Православная, да. Не то, что там окаянные сектанты. Да. Ну, а я, естественно, пионерия, комсомолия, как и все вокруг. Но дальше, да, когда у нас агитировали комсомол, у нас один был такой, Толя, он говорит, знаю я ваш комсомол, вступишь, а потом не выступишь. Ну, а я вот вступил, а потом выступил все-таки из комсомола. Когда пришло время, когда он развалился, в принципе, я... Нет, после армии. После армии я пришел сам туда, в комитет комсомола, и подал заявление, и вышел из комсомола. А вообще в институте я занимался научным коммунизмом, атеизмом, философией, идеалитическим материализмом, все это. Но мне это было интересно. Я видел все эти законы, но я, когда слышал о том, что марсистско-калинская философия не догма, но истина в последней инстанции, как она может быть истиной, когда она не догма, не устоявшаяся. Ну и потом я понял, что она так и привела к тому, что все развалилось. Самым позорным образом, без выстрела. Да, да, да. Ну, а потом в армии два года после института, служба, там я тоже заместитель командира части и по политической части, и всякой, чем только не занимался. Медициной в последнюю очередь, вплоть до того, что у меня была печать от части, я там из-за командира части, из-за всех был один. Так что занимался всем, чем угодно, медициной в последнюю очередь. А вернулся, когда сюда уже в Варнаул, тут стал в краевой больнице работать, был еще пропагандистом социалистического образа жизни. Простение господи. Какой непростой паразит был. Да, еще какой. Где меня только не мотало. Ну, а потом искания были всякие, где я только не был. И в йоге был, и в суфизме был, и биоэнергетикой читал, и Блаватскую, и Рерихов, и ту азиотерическую литературу, и Табливотину все читал. Я спрошу тебя, сектантом никто не называл православную? Нет. В Толлине? Нет, нет, нет. У меня брат Павел, и он сектантов знает, и говорит, что ты пьешь-то? Валяется. А пусть сейчас знают, что я не сектант, и не баптист. Баптисты не пьют, а все верят, я пью, значит, я православный. Лучшее доказательство того, что он не сектант. Пьяный лежит, ляется, вот так. Ну и когда, естественно, всякое было в жизни, бывали ситуации, когда трудно было, и молитва она была. То есть, Отче наш, и да воскреснет Бог, я ее читал, эту молитву, да, знал я ее. И несмотря на все эти шатания, молитва оставалась. Страх Божий был. То есть, страх перед смертью, страх наказания, знал, что вечная жизнь будет, и что наказание будет, это уже у меня было в сознании. Вот. Ну а о Священном Писании, конечно, как такового я его и не читал, и не знал. В храмы я практически не ходил. Вот единственное, когда меня крестили в Рубцовске, это, наверное, было мое первое и последнее посещение храма. Когда я был крещен, еще мне месяца не было троекратным полным погружением в Рубцовске. Мама мне многократно рассказывала, как я что-то там не захлебнулся, как там они там все ахали-охали. И крестный был у меня, я его посещал всегда, и подарки от него получал на всякие праздники, там на Рождество и на Пасху, это всегда было, да. Вот. А еще интересно, что в детстве всегда мне хотелось попостовать. И я помню, сам самостоятельно постовал Рождественский пост. И мне такое было удовлетворение, душе моей это было, что я вынес этот пост, что прошел я через это испытание. А потом я помню, это от родителей было наставление такое, что вот особенно в зимние каникулы, вот рождественские эти праздники мы Христа славили. И когда были у тетки в деревне, то рано, еще снег, света нет, еще до рассвета идешь и Христа славишь по дворам. Ну а здесь уже все эти искания закончились тем, что когда уже появилась у меня семья, появилась дочь, и у меня возникла мысль о том, что нужно ее крестить. Я об этой мысли потихоньку стал делиться со своей женой. Так потихоньку, потихоньку. Она, к моему удивлению, согласилась. Согласилась. И мы, она еще сказала своей подруге детства. Можно пригласить жену, о ком говорит, и показать. Жену и дочь пригоди сына. Пригласи, он их тоже заснимет. Сейчас, давай. Я пока... Кому-то пригласил. Пока тебе маленькая медицинская... Я скажу. Они мне скажут. Кто пошел там? Сережа? Он даже не шамелил. Надя! Пригласи сюда. Кто там есть? Всех зови. Так, вот сейчас сними. Вплотную. Иди все до одного глаза ему. Самым большим планом. Поверни на меня голову. Вот так вот смотри на палец. Напалили. А что? Еврологический сентоматик? Глаза раскрывай. Ты вплотную снимай его. Гляди. Дядь Тихонович, это сейчас дочь будет меня проверять. Да, подожди. Дядь Тихонович, и штагм. Все, звали. Все. Садитесь здесь. Вот, говори так вот. Мне хотелось сразу, чтобы вы увидели где-то. Ну, моя супруга Надежда. Да, Надежда. Присаживайся. Да вот сюда и садитесь. Сейчас. Там насеку позови. Тут как раз Виктор Андреевич рассказывает о вас. Сейчас, сейчас. А у нас это что, уже врачом работает? Ну, она заканчивает ординатуру. Второй год ординатуры. Уже... Ой, 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 страшные слова. Какие страшные слова. Ординатуру. Как будто ординария у какого-то полковника. Ну, вот так с ординарией. Ну, вот я стал Надежде своей говорить, надо покрестить дочь. Она сказала своей подруге детства и однокласснице, однокурснице, одногруппнице Ирине. Вот. Она решила своего сына тоже покрестить. И мы поехали. Да, но перед этим Валентина Павловна сказала, что она едет по Теряевку. И что там вот отец Наум и что там крестит полным погружением. Вот. Ну, и в одно из воскресений мы собрались и поехали. Муж этой Ирины Валерии, ее сын, как его зовут? Игорь. Игорь. Настя, дочка, и моя супруга Надежда. Вот мы поехали туда по Теряевку искать. Долго мы плутали по полям, как водил нас тот, который противник не пускал нас какое-то время. Долго-долго мы ездили по полям, но нашли. А он сам из... откуда из... Шадрина, по-моему. Кто? Из Шарчино. Валера-то. Да, в Шарчино. Его родители жили в Шарчино. Это же недалеко там, в Шарчино. 18 километров. Ну, приехали мы туда. Значит, как раз приехали, а в лагере практически никого не было. Там несколько человек было, а все вы были в лесу, молились. С отцом на уму. А Валентина Павловна, она как бы собирала роль такого попечителя. Но выступила она в роли попечителя, когда пришли... Да, когда мы ждали тут, Игнат Тихонович пришел. Я помню, что это староста, такой стройный мужчина с поясом, что-то взял и опять ушел в лес. Потом вернулся. Вернулись, когда все, значит, начались переговоры о возможности допустить нас к окрещению. Ну, естественно, если бы не было Валентины Павловны, вот Валентина Павловна сыграла тут большую роль, слава Господу. Валентина Павловна, это пришедшая из баптистов, бывшая баптистка. У нас тоже в моем доме это у ней было, так говори. Вот, ну и она, значит, вот была поручителем, чтобы нас крестили. А как раз к этому моменту, когда шли переговоры, подъехали еще на мотоцикле, не помните? Конечно. Подъехали на мотоцикле, женщина, мужчина, еще кто-то, то ли мужчина, или женщина, и ребенок, тоже крестить. Женщина вся раскрестанная, по-моему, даже без, как-то она раздетая почти была. Ну, ее заставили тут привести себя в надлежащий образ, прежде чем говорить с нею. Но так их не допустили до крещения, а вот нас приняли к окрещению. Ну, и начался обряд крещения. Таинство. Таинство крещения началось, крестили дочь и Анастасия, и Игоря крестили, и была первая моя исповедь. Ну, мне эту исповедь назвать просто стыдно, потому что это было самовосхваление, а не не исповедь. Такой я хороший в своих очах был на этой исповеди. Ну, и после этого отец Наум сказал, надо вам прирепляться к Богу. Друзья у вас теперь должны быть другие, надо идти в храм, надо молиться. Ну, и с этих пор, собственно, и стали мы ходить в храм. А буквально через, ну, это было в июле, наверное, да, это июль, это было Петра и Павла, это было 12 июля, вот, как раз воскресный день был. И, значит, мы после этого были в храме, с Настей уже ходили мы в храм. В Барнауле? В Барнауле, да, в Покровском соборе. Приехали обратно. Да. 150 километров до Потеряевки. А потом Валентина Павловна сказала, что вот идут занятия. Игнат Тихонич проводит занятия. Ну, тогда еще занятия были в педоинверситете. В педагогическом институте. Это мало кто знает, что я в пединституте вел занятия. В пединституте занятия. Вот я туда ходил на занятия, в пединститут. А потом, после этого, стали вскоре уже занятия и в АГУ. В АГУ. Алтайский государственный университет. Очень крупный, в России известный. Вот. Ну, когда я услышал Слово Божие. Да, еще первое, что вы мне дали, о чем мне нужно было прочитать, это был журнал «Наука и жизнь», по-моему, где об этих иерархах украинской церкви, там было написано, вот я там прочитал, ну и познакомился с, что собой является церковная система Московской патриархии, потом, чем отличается от зарубежной, и тут уже потом, вскоре мы стали организовать и общим, когда мы уже на Никитина собрались, сколько нас было, 10 человек, когда мы собрали, подали, подали, заявление, тогда была моя мама, была соседка наша по дому 14-му, была Валентина Павловна, Алевтина была, был этот Николай Олегович был, я был, сестра Надежда была, Антонина, по-моему, была. С дочерями-то, которые, Галина и Наталья. Наталья. Я не пойму. Ну, Вячеслава Старкова. Да. Теща. Теща. Понятно. Глотких. 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 Да, Антонина Глотких. Ну, а дальше вот я и пришел так. То есть, вера, конечно, отслышание, отслышание было вот, первое я начал читать Евангелие, когда стал заниматься, естественно, тут я уже практически не выпускал из рук Евангелие. Так, как у тебя со свидетельством было? Когда и кого-то начал свидетельствовать первый раз? Ну, первое свидетельство, естественно, в семье, родителям, жене, дочери, сыну, потом, когда через три года родился сын, на работе, естественно, так что тут я уже знал, что оно уже само просилось. И потом мы были, когда, помню, была беседа с сектантами, это были, по-моему, адвентисты в этом, во дворце котельщиков. Как я вспомнил сразу ваши, не ваши слова, слова о том, что когда эта потребность, она жжет просто необходимость такая, говорить об истине евангельской. И тогда мы так с Алексеем Загуляевым, так рьяно это высказывали, что друг друга потом, как бы, немного утешали. Тогда занималась сельскохозяйственная группа по Ивановцу, Иванова этого, обливались водой там. Да, это, мы там была, была встреча, это вот на, где филиал этого, теперь АГО, он называется, АГАУ, ну, университета сельскохозяйства, сейчас, тогда был сельскохозяйственный институт, вот тогда это был филиал. Они мне дали слово один раз сказать. На Спартаке, я там был. Был? Да, я первый раз, это мне, потом я многократно использовал в своих беседах, вот эту мысль о том, что, как в русском языке слово «человек», оно само по себе многозначное, это ведет к такой глубокой философской мысли, что он, он должен быть устремлен в вечность. У них тогда, я не знаю, с чем это связано, после моего выступления целая группа отошла, Шестакова Надежда, они занялись там теперь коррекцией зрения, там вот это, Довженко, метод этот. Ну, оттуда же Галина Ивановна и Лидия Павловна. Как они меня потом блокировали, везде, куда я ни приезжал, они меня нигде больше не допускали. Так что наши две сестры оттуда четко, это я могу сказать, они там были у этих Ивановцев. Так, как ты наблюдаешь за своим духовным возрастанием? И кто трудился над двоей душой эти годы? Сколько лет уже? Ну, кто? Естественно, Игнат Тихонович и батюшка вдвоем, прежде всего, ну и самостоятельные занятия, занятия после богослужений, занятия в университете, когда они были. Я практически только последние годы не посещал, года четыре, а так до этого-то я постоянно был слушателем. А вот просто ходить в церковь и быть в общине, какая разница? Ну, как какая разница? Большая разница, потому что здесь общение духовное, оно не только помолился, приветствовал друг друга и разошлись, а духовное общение через Слово Божие, оно сближает, естественно, душу к другой душе. Прилепляешься, это цемент, который цементирует, из этого создается община, не просто одновременно просто помолились и все. Вот Надежда Викторовна, она теперь, у них там отец Никола проводит занятия, она старается посещать каждое занятие, и если одно занятие пропустило, то оно сочеляет об этом, потому что Слово Божие тоже разбирается. Так. Занятия-то, которые посещают люди, они что им выдают? И ты ни разу не был у Никола на занятиях? На занятиях нет, ни разу не был. Какая у них программа там? Я вижу, Надежда. Сейчас у нас откровение четвертый, законченный. Откровение разбираем, четвертую главу. Дело в том, что он приходил, я не знаю зачем, в АГТУ, где я вел занятия, и приходил, я не знаю, два или три раза его там встречал. И там подняться только на четвертый этаж, ни под каким видом. У нас сегодня как раз на старообрядцах большой разговор был. Приезжал Володя Устинов, на моей сестре, он женатый. Ну и приехал с вопросами. Как бы. А на самом деле, ему вопросы и не нужны эти были. Ему надо было излить гнев на меня. И он там сколько всего наговорил, там все было записано на ролик. Он не хотел, чтобы записывали. Начал в доме командовать. Я говорю, тебя это не касается. Ты пришел у меня, и у тебя дома одни порядки, у меня другие. А тут сестра была, и мой брат сидел от Исааким. У него вопросы были такие, которые приоткрыли, что у него веры-то нет. Веры. И он этим томится, видимо, и сказать не знает. А как святые могут слышать? А почему они, то есть, ангелу, хранителю, каноны, там это все как будто бы не существует, на это не смотрят. И я ему начал по Писанию отвечать. А ему-то это и не надо было. Я отвечаю все это крупным шрифтом, на мониторе видать, это все заснято. Это все ты найдешь. Называется Устинов Владимир, так называется это. На YouTube заходи, заверите, знаете, ключ такой туда. И там это увидишь. И он написал большое письмо, а в конце написал 14 страниц, как бы, вот, детская тетрадь, 14 страниц исписал. И батюшка вчера привез письмо это. А в конце написал, вот опубликуйте мое письмо в интернете, но письмо, это не разговор. Ну, все-таки мы придумали, как, небось не опубликуешь. Как не опубликуешь? Это кто, Володя? Володя мне. Там столько гнева я злил, конца края нет. А за что обниматься-то? Ну, я-то знаю за что, а что не так разговариваю, я не такой, ну, там перечисляют местами Писания, ну, прочее, гордый, там, непокоривый, ну, и все такое, это в лишнем порядке. А вопрос-то в чем заключался, то нигде даже не поминай. То есть он ему... Глубые диктаторы. Да, нигде он даже не поминает свой вопрос. На вопрос шел о том, как святые на небе могут слышать, это же не Бог, ну, в этом смысле. А он даже его не поминает, он ему не нужен, этот вопрос был. И потерявки, когда бы не были занятий, он все время касается меня, в лишнем порядке. Я сказал, я за 50 лет веры, ни на одного человека еще местами Писания не нападал, вообще нету. Я это не понимаю. Как ему скажу о гордости, когда это направлено ко мне, в первую очередь? Как я ему скажу о жадности, когда перчат направлено ко мне? Писание все обудохновенно. Он все применяет, но только не к себе, абсолютно никак. Но мне пришлось ему, конечно, и ответить, согласно его поведению. И сегодня там Севастьян был, и решил он, я не знаю, советовался, чтобы от ксерокопировать, и я у себя на форуме поместил его письмо. Я говорю, пожалуйста. Он электронной почтой, наверное, пришлет. А вот это-то собрание уже поставлено уже в Ютубе. Можно будет найти. За мной многие следят. Но я говорю, у меня есть я или нет, но вы-то свидетельствуйте, идите, приобретайте души-то. Работайте. Это последнее повеление Христа. Идите по всему миру. Но вы же не идете никуда. Когда все писали, как обратились, и он тоже, я тоже напишу. И по середине одной строчки написать-то нечего. Обращения не было, уверований не было. А так за родителями кинулись. Ему это очень обидно. И они, когда приходили к нам в храм здесь, а когда узнали Новосибирск, там у него брат такой лютой просто, лютой, Федя. Они все там нажаловались, их вызвали, и не дам причастия, ты, говорится, сдохнешь под забором. Причастия выиграют попы. Это везде, православная церковь. Ну и они стали ходить. По терявке жуть не ходят. А до этого, так говорил, сейчас-то как мы устроимся здесь, мы перейдем с Новосибирского Михаила к местному Николе Думного, и тут мы тогда будем ходить. Ничуть не бывало. Эти никогда не упускают, где дожали. И он в этой несвободе чувствует томление, а я в полной свободе. И в этом свете свободы он понимает, что он сидит в непроглядном мраке. Его не причащают Владимира? Причащают, потому что они не ходят. Они дали обещание, видимо, они даже ноги не кладут. Если где-то съемки идут, они стараются размисернуться, чтобы затылком не видели. Там аж сожрут их без остатка. И, видимо, они здесь надумали, а сегодня узнал только. За ним моя родная сестра. Пошли к отцу Николе и сказали, мы живем по Теряевке, то ходить некуда. Я так восстанавливаю речь. И мы не молимся, ну в храм-то можно хоть заходить-то когда-то. Он бы мог разрешить по доброте своему, нельзя этого. То есть отца Никола сразу сметут, ему башку снесут. В один момент. А если это епископ, епископа снесут, у них это за этим не постоят. И он им запретил. Все кончилось. Вот из-за чего. То есть свободы, которые мы имеем, никто не имеет. У нас кончилось. Куда-то? Соробряться. Ну идите, сходите, соробряться, помолиться. Скажут выходить, выходите. Баптистам, конвентистам. У нас так называемая толерантность на высоком уровне. Мы отовсюду берем доброе. А здесь не так. Не так, не позволят. И он у меня был и не зашел. И не из-за того, что он ко мне что-то имеет. Он ко мне вообще ничего не имеет. Это из-за боязни. Как бы еще ни сказали, и как бы не лишиться всего. Тут только одно. Не свобода. Вот это рабство духа, оно настолько угнетающее, разлагающее действие. То есть человек даже не понимает, начинает бунтовать. И он не бунтует среди своих, потому что все рабы. Монкуртизация произошла в церковных кругах, везде. А здесь тем более. И он вот решил на этом сказать, ты такой, там было бы тысячи, можно делать. Но ты работай. Я приглашал на благовестие, нигде не идут. Ни один. Идите, двое село большое. С одной стороны вы старобрядцы, и с этой мы приглашаем в клуб. И выступаете, вы говорите. Потом я говорю, или наоборот. И никогда не пойдут. Нигде. Во всей стране. А мы нынче 50 тысяч километров проехали. 240 сел, городов районных. Только нынче. А до этого сколько сел, в каждый дом заносили Евангелие, кто приходит в Новый Завет. И мы их приглашаем. Начинаете, вы понимаете, мертвая зона у вас. Единственное, что друг за другом охотится, кто куда не зашел. И вся проповедь на том, что ты еретик, переходи к нам, может ничего нет. И они это понимают. Понимаете? Они, ну как, другого-то нет. И тут понимать нечего. И все это выставлено сегодня. Письмо по порядку Севастьян считал, а я комментировал, где надо, указывал. И все не понимают. Чего ради он? Это как? Очень даже понятно. Вы не психологи. Понимаете? Пилат знал, Пилат, что Христа предали зависти. А еще завидуют-то Христу плотник, ничего нет. Книжники фарисеи обладали властью, абсолютной властью в стране. Это было теократическое государство. И Пилат, говорит, знал, что предали зависть. А они этого не знали. Когда Стефана побивали, и он говорил, когда до этого проповедь говорил, Стефан говорит, и братья продали Иосифа по зависти. Ну я представляю, что этих братьев сейчас воскресить и сказать, вот ваш Иосиф, последний, одиннадцатый сын. Вы почему завидовали? Кто? Мы? Чего завидуют-то? Ему ничего нет. А мы пасем, у нас отары, статы. То есть они завидовали. И это Стефан говорит им, евреям, которые вокруг его. Они завидовали. Зависть это та болезнь, в которой трудно признаться. И поэтому она не лечится. Ну раз она не открывается, она и не лечится. Он в себе ее хранит. Мы такое находим во всем священном писании. Они мне жутко завидуют попы. Даже не выскажешь как. Из-за чего? В свободе. Я разговариваю с патриархом, разговариваю с еписками. Открыто из священного писания. И то, что я говорю в священном писании, они говорят, ты гордый, ты сказал так. Я говорю, я назвал стих, место, откуда. Они этого не знают. Ты говоришь, ну ты же сказал. Я говорю, это Исаия говорит. Они не понимают, что это Исаия, глава, стих. И поэтому разговаривать просто невозможно. Я ему снова показываю. Вот пророк Иеремия говорит так, это ситуация схожая. Они все обращают тогда на меня. У них сейчас на порядке. Я и я виноват. Этого никто не знал. Как Войтой, если бы вы не говорили о правильном крещении по радио, никто бы не знал, что вы наделали. Сейчас народ идут, просит. Никто никогда не разговаривал о правильном крещении. Это вы на радио растрезводили. Что вы нашу мать церковь терзаете? Ну, в первую очередь, она мне не мать. А во-вторых, я стараюсь, чтобы она была здравая, а не терзать. Все искажено. Так вот у тебя, когда ты обратился, у тебя в этих исканиях приходило на мысль, что ты не туда попал? Тебя заманули, сагитировали. Годы-то идут. Ну, маленько-то ты себя как-то анализируешь, смотришь. Как ты смотрел на это? Я себя все время подвергаю анализу. Вот, а не ошибся ли я в этом? Иногда вопрос задают так. А если бы ты родился в мусульманской семье, родился в Турции, ты бы о Боге-то не услыхал. Или родился бы в Таиланде, ничего бы не знал, кроме буддийской веры. Зная свой характер, я говорю, я все равно нашел бы Христа. Первое, что я начал делать, когда в 62-м году обратился, я начал исследовать все веры, какие в мировом масштабе есть, и те, которые существовали в Латвии. И пошел к этим людям на собрание, стал смотреть, везде хорошее есть. Но я увидел, самое главное, это не церковь. Это не церковь. Вот это я задержал в себе на 50 лет. Почему не церковь? Нет у них истинного священства. Спрашивают, а вот у нас в Белокринецкой иерархии, как вы считаете? Настоящая церковь. Настоящая. Но не по-настоящему трудятся никак. Работать, приобретать надо души. И они это понимают. Вот они, митрополиту, ни одного слова не скажут. Я митрополита беру Адриана, его 60 вопросов и ответов, которые ему. И все разбирают его ответы. И только 4 вопроса он отвечает правильно. Выступает патриарх Кирилл. Тоже 60 вопросов я взял, которые он отвечает. Он только на полтора вопроса ответил правильно. А это никто не будет делать. Почему? Каждый боится за свое утрудное существование. Ну и мягкое и жирное. А ты позаботиться с любовью ему подойти и сказать. А он не примет. А тебе об этом думать не надо. Как говорит, я накажу сына, а он из дома сбежит. А вот эти последствия Бог берет на себя. Тебе дамо повеление держать его крепкой, пока ребро молодо. Дабы, сделавшись упругим, оно не восстало на тебя. А с одним по костылем тебе легко сшибать теперь. Вот смысл всего это раскрыться в человеческой сущности, которую Бог дал. Духовный рост заключается именно в следовании за Христом, в преображении возраста Христов. А то слова повторяют, чувствование, а у самого ничего нету за этими словами. Слова эти, которые ты не испытал, ничего нету. Нету за ними ничего. А когда ты это знаешь, и вот Володя, когда не верит, я взял лестовку, у меня, ну, называется четкий, сто поклонов. Я говорю, когда ты будешь со мной вместе стоять, у тебя будет вера такая же, как у меня. Вот я сто поклонов сейчас сделаю, три святое, это раз. И так я заходов таких делаю в течение дня, десять, не считая ночных молитв, еще там, утром, вечером. Вот тогда у тебя, а у меня Богородицы здесь поклонов, Иоанну Крестителю, Ангелу Хранителю, Николе Чудотворство, и всем святым. У меня сомнений нет, у тебя есть, живем на одной земле. Почему? Причина вся в том, что нет смирения. А ты гордый. Я гордый, я покорился. Я соглашусь, я гордый, я покорился учению церкви, что существует иной мир. Ты не гордый, но не веришь этому. Демоны верят, а ты нет. Значит, это ниже демонов. Демоны-то знают, что есть еще потусторонний мир. Как недавно было, Володя бежал, и за день до его побега видели, один человек у нас потерял, видел, как демон стоял на том месте, откуда он бежал. И он пришел и рассказывает. А на следующий день уже был этот человек не один, а вдвоем, и демон пробежал прямо. Увидели. А кто это сказал, это Володя? Да этого не может быть. Да это все, Сергей что ли видел? Что он может увидеть-то? Он на него подумал. И никому мы не говорим. Но никто не знает. А это вне сомнения. У него нет веры в загробный тот мир, который существует и рядом. Вот сейчас, вот здесь, в этой комнате, есть ангелы-хранители, которые представлены каждому из нас. Аминь. Ангелы, хранящие ночью, днем, чтобы не обрушилось. Аминь. И вот это, что он написал, что приехал, это во благо. Тут уже Валя сидела, жена его, батюшка. И батюшка говорит, подожди, тебя, ну батюшка, не евангельским языком сказал, это клюнет, говорит, твои половинки-то. Как говорит, жареный петух. Тогда ты будешь искать. А вот, кстати, вот тут, когда во вторую ночь, наверное, или в третью ночь, Мария Егоровна как бы видел я. Но я ее не видел, а вот знал, что рядом. И слышал разговор как бы ее. Так что, Царствие Небесное. Мария Егоровна, скажи, кто это? Это мама. А с чем связано-то это было? Я всегда стараюсь забыть сон, потому что я с нами-то не верю. А, это сон был? Это сон, да. Поэтому, ну вот так вот просто пришлось, и я уж так, в томлениях, в этой болезни, вот оно пришло. Не то, что мы должны бы сходить. Я просто вспомнил ее просьбу. Она была такая добродетельная всегда. Когда я приезжал по Теряевку, она непременно меня снабдит чем-нибудь. Морковь кидает, морковь кидает, или еще нибудь с огорода, луковицы тоже в своей грядке. Потому что она всегда наделит каким-нибудь подарком. И говорит, положишь за меня поклончик. Так что я за нее поклончик не могу. Она виситину, что такая виситина, с пенсии отвези к папу Николе. И она Павлу говорила, выдели мне участочек. Павел говорит, да мама, все твое. Мне надо свое, я с него буду. И она сюда привозила, а батюшке Николе-то это не надо. У него все свое есть, видимо, дали. И бабки ее всегда здесь ждали. Она, его прихожанка была. Поэтому ее бабки любили, ждали. Она приезжала, как он говорит, со всеми овощами и прочее. У нее была у матери вера непоколебимая. Единственный человек, которого они не могли сломать, моя мать. Она по-прежнему ходила к нам на богослужения. А прищищалась, ездила здесь. Это вот самый правильный выход. Здесь ни под каким видом, никак. И это их томит. И он в то же время видит, какой я имею свободе. А я им говорю, когда я находился в старобряческом церкви, если бы я там был, я бы только был под гнетом. Я ничего не мог создать. Ни о лагере, ни о деревне, ни о книгах. Ни о чем нельзя было речь вести, никак. Все должно быть зажато. Тогда приезжали, здесь были три епископа. Три. И меня они пригласили. И Никола тут был. Чтобы перешел я. Это они меня пригласили. А я как бы пришел. Но условие такое, чтобы я во всем подчинялся попуднику. Я говорю, это как? Надо сначала разобрать, он правильно говорит или нет. Как я буду подчиняться, заранее дать обещание за то, чего нету. А если он писание не знает, он же будет диктовать то, чего не положено. Я говорю, это никак не может быть. Я должен здраво смотреть. Я его уважаю как человек. Он у меня был. Силуан приезжал у меня, обедал был, в дом приходил. Я его в больнице посещал. У меня вообще отношение к ним самое дружественное. Но они-то меня никак не воспринимают. Ты знаешь, он ко мне, когда Силуан пришел. А Надежда Васильевна у меня такая мастерица, это пироги стряпает. Я его за стол сажу, он вас икону не те. Я в другую комнату из царапресских икон сразу принес, на стол поставил. Он на этом не останавливается. А нам с вами есть нельзя. У меня в доме, я угощаюсь, а со мной есть нельзя. Да я не сажусь, а прислуживать буду. Он не знает, что дальше сказать, как меня. Нет. Я вижу, что он нахал. Я говорю, знаешь, с чеваньями не будешь, когда есть нечего, не будет. Вот у меня помойное ведро, рядом с ведром будешь обедать. Он мгновенно, как шар проткнутый. Силуан. Я обепископе говорю. Ну тогда никуда не денешься. Так, конечно, и будет. Все, спокойно, все нормально. То есть вот этот снобизм, это превозношение, от одни гордость считается. А я с ним разговариваю. Он все-таки покорился. Покорился, все нормально. Он нормальный человек. Только вовремя надо ему показать место свое. Он лежал в больнице, я к нему пришел. У нас вообще между нами ничего нету. Нету. Кроме добрых отношений, то, что я за всех молюсь и помню. Вот в сегодняшний день у нас был такой необычный разбор письма по шестям. И долго разбирали, кстати. И он сейчас в интернете уже стоит. Все. Я пришел, пока ужал его. Ну я знаю как. А потом только на YouTube вылез. И еще час на занятиях тоже. Да. И оно время затеревал. Как специально. 12 глава. Начало 12 главы послания к римлянам. О членах в церкви. Угу. Прям о надмении все. И все надмение, надмение, все надмение. О надмение. Ну прям почитайте. Прям все случилось как надо. Я тебе вопроса задам, а ответа пока нет. Ну как же. Истина в последней инстанции только здесь, в православии. Я это и понял, как только пришел и стал изучать Священное Писание. Истина в последней инстанции только в Священном Писании. Да. По толкованию святых отцов. Естественно. Ну и не в самом толковании. Есть несколько подходов к изучению Священного Писания. Есть которые с напизмом, о котором только что упомянули. Да у меня три университетских образования, я что сам не смогу толковать, что есть Священное Писание. И начинаем толковать. Ну и толкует, и создаются всякие белые братства и подобные им секты. Второй подход. О, да здесь ничего не понятно, да здесь на церковно-славянском языке, даже если на русском языке, это сенатальный перевод, да там так непонятно, таким каким-то языком, такой слог, все закрыли и ушли. И все, закрыта дорога. А третий подход, самый главный подход и самый правильный, когда в толковании святых отцов, это Иоанн Златоуст, 12 томов, это глубина философии, это Семен Богослов, это Григорий Богослов, это Феофилак Болгарский, это Феофан Затворник. Читай. По их толкованию вот и придешь к истине. К познанию ее. Алина. А когда ты встречаешься на работе, когда ты после уверования пришел, ваши на работе как узнали быстро, что ты стал другим? Ну, во-первых, уже обличие поменялось, потому что я стал растить бороду, хоть она тут и борода, ее назвать трудно бородой, три волосины, но какую Бог дал, вот этот облик уже сам по себе, он говорит о том, что я изменил образ мысли, образ жизни. И, естественно, я уже не стал принимать участие в корпоративных этих гулянках и прочее, то есть, ну, конечно, само по себе это понятно. Ну, а кроме того, я и не молчал, я говорил и говорю всегда. Ну, я вопрос. И заходил в палаты, к больным проповедовал, больным, и среди своих сотрудников всегда говорил. Я свидетель. Да. Я был потому, что в больницах лежал два раза. Виктор Андреевич меня вытаскивал, спаси Христос его, как сам не упал. Ты сказал, что он слева растил бороду. Вот некоторые говорят, а человек может растить бороду? Как? Бороду человек может растить, правильно это выражение или нет? Растить. Ты можешь... Не сопротивляться установлению Божьему. О, ты можешь сказать, я не трогал бороду, а растить не ты не можешь, она сама растет. Ну, это правильно. Это написано, будьте в городе, пока не отрастут бороды, не сказал, пока вы вырастите бороды. Давайте я сюда ехать. Помнишь, нет? Нет, там будет больше мешать. Когда Давыдовы слуги были. До колени отрастут бороды. А все говорят, а что ты бороду отрастил? А я не растил ее, как морковка. Морковка сама растет, ботва появляется. Посадил Господь и растил ее. Она растет, потому что это мужской образ. Образ мужа. У женщины растет борода. Начинает гормоны, там, с органами, с какими. Ненормально, в пункт камеру. Точно так, мужчина бритый. Это абсолютно ненормально. Это установление Божие. Божие, чтобы по виду было. Я же объяснял, Душанов-то освободился когда, что его статья означает. Это гормоноса, пущегаза, сволочь. Вот эти слова. Это его последняя газета была перед арестом. И я объяснил, что это относится как к еврейскому народу. Слово сволочь объяснил это на вокзал, когда свозили людей, сволакивали. Называлось сволочь. Тут не было обидно. Но сегодня это приняло негативный оттенок. Это ругательное слово. Сегодня только ругательное. Не надо говорить это. Сволочь означает последний человек, поступающий подло. По Лескову, в одном из рассказов, который про евреев-то, он там говорит о слове сволочь. Это сволочь с дороги, падшее животное, которое перегоняли. Еще тоже вот такое. Даже к этому может относиться. Ну, а дальше гормоноса. Нос Бог дает. Какой? Вот этим выделил народ свой. Они гормоносы. Именно так и есть. А вот что показал пущеглаза? Ну, правильно. Глаза у них, уверяю, как-то на выпучку. Но это не означает, что они хуже смотрят. Они лучше, как Сократ говорит. Твои-то во впади на глазах. Соломоновна Игоря заговорила тоже. Ты, говорит, не отмазывайся, ты наш. Она меня... По носу-то. Она меня еврею определила. И, говорит, ты просто не знаешь ничего. И она очень сильно на меня так расстраивалась, что я не создавался еврей. На каждое слово-то не обижайся. А посмотри, что... Ну, кармоносы, да. Приемлемо на сегодняшний день. Как? И ради дружбы. А тут я братом, и другом уже не считай меня. Это родня. Не годится. Вот эта свирепость старообрядческая, она не имеет обоснования. С христианства не ночевала там. Где бы ни был, как бы ни коснулся, смертельно сразу идут. Как же так? Живем один раз на земле, нам никогда больше друг друга не найти. Это навсегда. Даже никаких. Я ничем никак не трогаю. Вообще живем в другом месте. И где бы ни было занятий потерять, он все время у меня там долго-то долго. А жену получила через меня моя сестра. Я его привез, познакомил. У него бы ни детей не было, ничего. Вот эта неблагодарность, она перехлёстывает. Евангелие иметьте, но за это хотя будьте благодарны. Переводили, читили Духовную Академию. Ну, они переводили. Ну, возблагодари Бога. Я на молитве каждый день благодарю за Макария Алтайская, Филарета, это два канонизированных, которые участвовали в переводе. Давид Авраамович Хвольсон, это главные переводчики. Почему Запавского не поблагодарить? Вот Псалтыев, Иван Георгий Матфеев, это его переводы. Их нельзя лучше перевести. Эти были высочайшего класса переводчики. Сегодня таких нету. Да, вот читаешь, когда вот эти современные переводы, и сравниваешь с синодальным переводом, ну... После вульгаризации. Нет, да, просто вульгарность чувствуется. Даже не то, что не проигрывает, не ложится на душу. Нельзя называют пренебесный перевод. Пренебесный, да. Я беседовал с Александром Менем, он работает, ну, еврей работал. Еврей, батюшка, энциклопедические познания. Работает с оригинальным вибрацией. А ты мог бы перевести, вот Матфея так, он для него, это другой уровень совсем. Даже он, а этот сегодня по словарю найдет слово, а там не так, там не так. Да откуда тебе знать-то? А он, Павский, писал учебники для еврейских школ на еврейском языке. Это какие же знания-то были? Это для евреев он был настолько свой, такой высокий класс, как этот Хмольсон. Природный еврей, крещеный. Доктор педагогических наук Лепчевского университета. Там знания не имели, кажется, границ. И они переводили. И теперь сегодня давайте новый перевод. Почему? Потому что я говорю, вы наизусть не знаете ни одного слова. И в образе здесь нет, как оно будет бормотаться. А если они, во мне эти слова, я живу, так одно слово не так у меня сразу внутри. Неправильно считать и считать заново. Оно не соответствует действительности. Для меня это довольный оригинал. Довольный. И вот любовь к Слову Божию нужно насадить везде, чтобы люди любили Слово Божие. Когда я стал употреблять имя Иегова. Ой, что тут было? Звонят везде. Откуда? И мы ходим в храм 10 лет. Нигде имя это не слышали, Иегова. Там в Библии есть такие слова. Бог и Иегова. И Бог открылся Моисею с этим именем. Как тебе имя Бога? Спросил Моисею. Он говорит, Иегова, суще. А он бы сказал, я не хочу тебя знать под этим именем. Или как? Как он должен был поступить? Восемь раз переводится Иегова без перевода. И более 7 тысяч раз с переводом Господь. Адамай. Надо трезво на все смотреть. Ничего не бояться, кроме Бога. Изгони, Господи, всякий страх. Нигде не залазь. За предельно отроиться, за схожение Духа Святого. Я ни с одним католиком не спорил. Для меня католики это настоящая церковь. Настоящие копты, сирийцы и эгрегонарные отмяны. Я к любому из их спященнослужителей подойду и благословлюсь. Участвовать не буду, на моления не буду. Ну, запрещаю, допустим. А благословить все, я признаю благодать. Почему? От апостольских времен сохранили его положение. Вот 5. Все. И для меня никакой разницы нет. Православный священник, старобряжский, католический. Я в равной степени наклоню голову, подойду. И кто из нас гордый? Когда ты кроме своего ничего в мире не видишь. Все сконцентрировал. Тут большая статья, она в 11 томе у меня. Дурасов. Этот старобряжский священник. Они мгновенно осмели его. Ни на что не посмотрели. А он сейчас, кажется, сам сложил, женился, ушел. Дурасов? А откуда он? Ну, там при патриархии был. Это там какой-то город недалеко. Там написано у меня все. Такое он послание сделал. Я сразу ответ дал, ему написал. А он в Валю нашу к нашим заезжал. Я говорю, такие люди старобряжности. Рождается один человек на 100 лет. Там был Михаил Семенов, епископ. Они его тоже снищтожили. И этот сразу его отсюда вышли, если все, он не нужен. Там никто не приживается. На все 10... Вот Елисей Елисеев там на Востоке поднялся. Вот он вот, когда с собор-то был. Они его с общиной сразу вымели. А они беседовать не умеют. Это чисто материальный подход к стенке. И больше его нет. Проблема, как Сталин говорит, нет человека, нет проблемы. Фу, поганое слово. Проблема не люблю. Мы пришли, брат, поузнать твое духовное состояние. Спаси Христос. Поблагодарить тебя, что ты о всех заботился, устраивал в больницу. Вот немощно, дух бодр. Благодаря вашим молитвам. Всех братьев и сестер. Спасибо, Господи. Я чувствую вашу поддержку. Все, все передают приветы. Слава Христу. Господи. Тут, как только узнали, тут звонки без конца были. Так что, слава Богу. Вот вы спрашиваете, а какая разница? Вот она и разница, потому что здесь чувствуешь, что это родство. Родство более, чем кровное родство. Оно объединяет. Объединяет и деятельно объединяет, а не просто на словах. А в церкви ты был, никто не знает, вышел? У меня один... Эти члены, не хватает уже одного члена, и тело уже начинает страдать. Один студент ходил, а потом долго не было. Я встретился, пришел на занятие уже спустя, кажется, год. Я говорю, а чего ж тебя долго не было-то? Я в больнице лежал. А чего ж ты не сказал-то? А кому сказать? Еще случилось. Ну, ходили в горы, рюкзак тяжелый, его опрокинуло, ну и с рюкзаком улетел. Там перелом, сколько было, об камне, значит. Я говорю, да никто не знал. Ну, ладно. Ну, а когда ты был здоров, ты кого в больнице посещал? Я, никого. Понимаете? Ответ сам по себе напрашивается. Я лежал когда в больнице, у меня за один день, помню, воскресенье, 18 человек пришло. В Алабуев, совершенно не наш этот, фотокорреспондент Алтайской Правды, с женой пришел. Женщина пришла и сын, и у меня в лагере был. Психолог. Психолог. Юрка этот был у нас. И никто вас не знает его. Пацан ужас. Она говорит, третий раз, расхожусь из-за него, я вот на седьмом этаже его выкину в окно. Жизни никакой нету. Психолог. Пацан вообще неуправляемый. А в лагере он через день, через два, он за руку мамку уже держал. Так она приехала в лагерство, я в реанимации только вышел. И она благодарила, я, говорит, его узнать не могу. Он пока сделал любое. Вот и в городки играем, он помаленьку городки все собирал и всех в туалет бросал. Вот клумба есть, он тайно подкрадется, вырвет, что-нибудь сделать. Он не может, он злодей. Это новое щекотило. Ну, пришлось начать на веревочку посадить за руку к воспитателю. Витя его не может удержать, взял подмышку кое-как. Я говорю, при родителях я не наказываю. А здесь сказал, мать, будь здесь, вы должны видеть это дело. Ну, и в большой зал завели, он подмышкой держит, его не может никак, он как сверчок. Ну, смирили, ну и все. Так он, как уголовник, мама, клянусь сердцем матери, спаси меня, клянусь сердцем матери. А мать здесь и сидит, она даже глаз не поднимает. Никакой жизни нет. Я говорю, жизнь будет, а если ты будешь жить по Евангелии, не жалей розги. Поставь его на место. От него все страдают. Еще один такой был, бабка его кое-как к нам отправила. И он сбежал. Бабка сразу сказала, я ему ноги отрублю, там, соном или как, топором. Потому что, где нет от него спасения? Нигде. А что ж ты так допустил-то? Одну их. Ты трудись и в духовном плане, вот позволили над собой такое рабство иметь, там не зайди, там не будь. Зачем же ты позволил? Так они сказали, отлучит, а ты этого не бойся. От любви Христовой кто говорит, отлучит? Скорбь, теснота, смерть, настоящее будущее. Ничто не отлучит. Какой-то поп тебя просто шантажирует причастием. Ему причастие не для этого дано. Но, а чтобы приводить, даровать жизнь, а он тебе смертью грозит, сделай выбор какой-то. Подобные слетаются к подобным себе. Да. Сегодня день у нас напряг был в этом направлении. Вот звоню, сколько Севастьяна, выхода нету, почему, не знаю. Сказать ему, что все уже стоит, снимайте. А нет, видишь, как уверен был, потому что я никогда не поставил. Но Севастьяна тяжелый. Он даже не понимает, какой повод дал мне выставить. Севастьяна положение труднейшее. Он между нескольких огней. Ну правильно. Один огонь прям, да, сильный. Правильно, правильно. Он меня поправил, когда я был там, говорю. Когда я договаривался, я говорю, со мной были, договорился. Но вы договорились с одним Давидом на благовестие. Ну правильно. К отцу на день рождения. Ну день рождения и благовестие, когда у нас вывешены уже были плакаты в этой деревне, ехать и не хватало машин людей. Что сравнивать-то? Ну, он тогда замолчал. Я говорю, в этом как раз и вся суть. Они в Плотское с Духовным даже не могут различия провести между ними. Я пришел для того, чтобы поехали на благовестие. Ты тоже говорил, поедешь. Ни разу не поехал. 20 лет потеряю, 21 год. Ни разу не поехал. А я вот закончу дом строить. Я тогда буду... На воскресенье-то не строим ничего, у нас полный отдых. И мы только в воскресенье выезжали. Это нынче мы выехали, три месяца колесили. Это чего-то стоит. Нигде нету. И все, какая-то вот недовольство. Зачем это нам надо? Зачем? Мы смертные, мы временные, мы быстро исчезающие. И мы никогда к сегодняшнему разговору, может быть, не вернемся. Да, слава богу. А что нас это не зашло даже ни разу? Они там... Я приглашал их сюда хоть бы. Ну, он в ночь на работу сегодня, поэтому он как бы готовится. Мы поздно вчера встали, сегодня нас со службы, вот только пришли недавно. Их тоже там были занятия. Я полз, полз и до полз за тебя. Пять раз. Спасибо, Стас. Мне неудобно, я сижу, тебя не вижу. Ну, что, брат, благословляй нас. Бог благословит. Меня благословите. Помолитесь о мне грешном, что Господь я тут... Мы коротко сотворим молитву. Поблагодарим Бога. Благословно. Боже, милости, будь мне грешному. Создав имя Господи, помилуй меня. Бесчиславе согрешил Господи, прости меня, грешный. Бладыка неба и земли, благослови этот дом, болящего брата Виктора. И нас распусти с миром. Мы на милость Твою надеемся, к Тебе прибегаем. Ты сердцеведец и лучший врач. Тебе хвала и слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос, дорогой. Спасибо, Христос. У нас есть Виктор Андреевич. Меня исповедуют. Да, конечно. Я еще не исповедую, в смысле это, помазать. Когда или освящение-то идет, или как соборование. Коля на работе, наверное.